Здравствуйте! Вы смотрите ПРОАВТО. Я Александр Холодов. Обсуждаем, как всегда, все самое интересное из мира автомобилистов глазами профессионалов. Буквально в одной из наших прошлых программ, прошедших совсем недавно, было обсуждение такой марки видеорегистраторов, как Carcam. Вот эта вот видеозапись нашей программы появилась на многих автомобильных форумах и вызвала достаточно широкое обсуждение общественности. Причем настолько широкое, что нам приходится сегодня на него реагировать. Потому что в первую очередь в общественности был вопрос, где те самые марки видеорегистраторов, которые производитель нам обещал показать, представить уже в 2012 году. Уже наступил 2013 год и, наверное, время спросить с представителей производителей, где те самые регистраторы, которые они, в общем-то, обещали нам показать. Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Владимир Морозов, технический специалист марки Carcam, и Александр Дьяченко, представитель производителя марки Carcam в Российской Федерации. Здравствуйте. Ну, во-первых, сразу же вот этот вопрос, да, обманули? Где та самая марка, которую вы нам показывали вот в прошлом эфире, вырезанная из дерева, что это вот прототип? Где тот самый видеорегистратор, который обещали показать? Ну, это у нас Александр расскажет. Сразу хотел бы заявить, что... Ну, обманул Владимир тогда. Мы, Carcam никогда никого не обманывает. Если мы обещали, значит, мы сделали. Хотел бы представить модельку, вышедшую на рынок в 2013 году в начале. Это Carcam QL3. Вот прекрасная моделька. Хотел бы заявить, что это инновационная модель, уникальная. На данный момент аналогов ей нету на рынке, как с комплектацией, так и по параметрам. Это вот тот самый прототип, который мы там деревянный, грубо говоря, смотрели. Это вот она, да? Да, уже вышла и уже в продаже. Автолюбители называют ее уже как регистратор день-ночь. С чем это связано? Мы добавили сюда полизационный фильтр. Вот прекрасно вот виден он. Вот он откручивается. Я тоже думал, что такой здоровый у него этот глазок. Нет, нет. Для чего нужен этот фильтр? Он нужен для того, чтобы днем не было бликов от стекла, когда светит. Также здесь использован новый процессор, новая матрица и новая линза, что позволило увеличить угол обзора до 140 градусов. А вот это почему день-ночь? Это кто у нас, Владимир? Нет, день-ночь это потому, что днем с помощью фильтра мы, грубо говоря, избавляемся от бликов. А с помощью новой линзы, нового процессора и новой матрицы улучшена ночная съемка. То есть сейчас и ночью снимает не хуже, чем днем. Насколько я помню, достаточно и так хорошо карканы ночью снимали. И там еще, насколько мне память позволяет это напомнить. Кстати, что там далеко ходить? Вот Q2, который у меня в машине стоит, в нем переключатель есть. Просто в Q2, смотрите, Александр, кратенько, в Q2 был вот тот самый механический фильтр, да? Фильтр, который переключался. Ну и есть. Безусловно. В данном случае на QL3 реализовано напыление уже, которое не надо ничего переключать, оно уже реализовано штатно. Да, и кроме этого... Там, насколько я помню, там было не в фильтре дело, там было, может я ошибаюсь, конечно, но там инфракрасная была подсветка. Подсветка, безусловно, есть и так, и так, но просто за счет фильтра добивается еще более, скажем так. Я думал, это подсветка именно включается. Да, так вот в QL3, помимо вот этого напыления инфракрасного, сама по себе матрица еще более чувствительная, да, это новая матрица Optino, вместе с процессором Ambarello новым A5 S30 добились более контрастного изображения, соответственно, по сравнению даже с предыдущими моделями. И более, ну, с точки зрения свечительности, то есть в комбинации с поляризационным фильтром ночью еще более читабельны номера, ну, особенно во всяких ситуациях, когда контровая там засветка от фар и так далее. Хорошо, я вот думаю, что давайте Александр может расскажет сначала про все новинки, а потом будем уже смотреть. Еще хотел бы сказать, что увеличили внутреннюю память самого видеорегистратора. Очень много людей, автолюбителей говорили, что 256 мегабайт, которые использованы в каркаме Q2, в легендарном, да, в любимчике всех автолюбителей, очень мало. Поэтому стало... Вообще, по большому счету, мне кажется, память вообще не нужна, потому что там карточку на 32 гигабайта воскнул, и к чему она нужна? Для чего это нужно? Это резервное копирование. Так сказать, для автолюбителей в простом роде говорится, как копия для протокола. Я тут никогда не пробовал. Тут мы увеличили до 1 гигабайта, и можно поместить до 4-5 роликов. Не один ролик, а можно, если авария, что предшествовало аварии, не сам это там двухминутный, как ударил, а что предшествовало аварии, вдруг кто-то кого-то подрезал, там, послесловие, вдруг там, драка или еще чего-нибудь. Ну, или кто-то постоянно в аварии. Я помню, что в втором он пишет, по-моему, то видео, которое сейчас идет, и предыдущее сохраняет при нажатии кнопки. Ну, по крайней мере, у меня так настроено. В данном случае это просто блокировка файла, стирание, и она есть в любом регистраторе, естественно. Ну, вот в наших каркамах она везде реализована. Хорошо, вот чем отличается регистратор, тот, который мы только что смотрели, от того, который сейчас в руках, вот эти два? Это вот QL3, и это вот новая моделька также QS3. А чем они принципиально отличаются? Они принципиально отличаются кронштейном и GPS-модулем. Если здесь GPS-модуль будет встроенный, значит, GPS-модуль, он выносной. То есть, захотели, чтобы записывал скорость, координаты воткнули. И немного другой кронштейн и дизайн самого аппарата. Мы назвали его как QS3, бизнес-модель. То есть, немного отличается. Начинка и матрица, линза, процессор идентичны. То есть, в принципе, я правильно понимаю, это база одной этажа, но вот этот просто более по-богатому оснащен, да? Ну, так назовем. Ну, да. Выносной GPS-приемник всегда позволит, ну, во-первых, более уверенный прием иметь, даже если там машинка какая-то нестандартная, да? То есть, соответственно, более уверенный прием будет, да? Ну, и вот правильно Александр сказал, можно быстренько его отключил, чтобы и скорость, и координаты... А куда записывает он вот этот вот координаты? То есть, он пишет прямо по видеозаписи, то есть, именно на видео это... Создается отдельная папочка с файликами, лог-файлами, да, которые потом привязываются к видео. Ну, я к чему спрашиваю? Можно ли самому потом принять решение? Вот хочу я это показывать, что у меня есть там координаты сохраненные, или не хочу? Или вот это надо принимать решение сразу, типа записывают их, записывают? Здесь есть немного... Для этого существует специальный проигрыватель, для того, чтобы просматривать скорость и координаты. Если вы откроете это непосредственно с обычным проигрывателем, то это не будет... То есть, получается, можно принимать такое решение. То есть, если, грубо говоря, превышал скорость, то можно говорить, что это не я. Ну, здесь есть еще такая функция, да, как лимит, то есть, ограничение скорости. Если вы, вот, поехали, грубо говоря, к бабушке в гости, знайте, что ограничение 80 километров. Вы просто перед тем, как поехать, ставите 80 километров. То есть, вы едете до 80 километров, он скорость пишет. Как только вы превысили хотя бы на 1-2 километра, он автоматически перестает писать скорость и едет, просто пишет ваши координаты. То есть, он против вас не сможет сыграть, ну, там, злую шутку, да, если, не дай бог, что-то случилось. Оправдает. Да, и третья моделька, это тоже QL3. То есть, это, в принципе, три модели одной серии. Да, но у него идет дополнение ECO, а слово ECONOMY. Мы убрали из этой модельки, грубо говоря, фильтр. Он в плане экономический? Он экономичный в плане цены, бюджетный, да. Грубо говоря, подешевле. Да, подешевле для людей, которые, например, я сталкиваюсь с людьми, который хочет Full HD, он хочет хороший регистратор, чтобы хорошо снимал, и хочет, ну, подешевле. То есть, ему не надо, чтобы там блики, ну, главное, чтобы стоял и подстраховал. То есть, очень много людей еще, которые думают, что видеорегистратор это такая посредническая вещь, которая, ну, не очень обязательно, 100% должен стоять в автомобиле. Повесил и повесил. Ну, вот порядок примерный, первый, второй и третий, да, вот порядок цен, чтобы я так понимал. Я так понимаю, что один у нас, это средняя. Одинаковая будет цена. Одинаковая. Несмотря на то, что это бизнес и не бизнес? Да, да, да. Примерно порядок какой-то цены? Ну, 6,990 будет стоить Коэль 3, 6,990 будет стоить Коэль 3. Так, 900, ну, в районе 7 тысяч. Хорошо, а вот этот вот экономичный вариант? 4 тысячи. То есть, здесь не будет ни GPS-модуля, здесь не будет ни полизационного фильтра. Вроде будет отличное Full HD-качество днем и ночью. Хорошо, это дальше тоже какие-то новинки? Это новинка, которая, надеемся, что... Судя по табличке, вот я вижу, да, совсем-совсем новинка, еще там бумажкой приклеена. Да, это тестовый вариант. Это для тех людей, которые привык идти в ногу со временем именно в техническом плане. То есть, здесь мы реализовали Wi-Fi-модуль. Для чего это нужно, сразу объясню. Что-то случилось на дороге. Ну, допустим, вы не превышали, вы едете по... На встречку не выезжали, а инспектор считает, что выезжал. Было уйма машин, и кто-то из них превысил скорость. ДПС оставил вас. Предположительно, что сделали это вы. Чтобы не снимать видеорегистратор, я хочу доказать, что это не... То есть, либо там этот... Обычно человек снимает, идет ДПС, показывает. Сейчас можно реализовать это следующим образом. Вы просто не трогаете видеорегистратор, выходите, подходите. И с помощью своего смартфона, то есть, связывайтесь с самим видеорегистратором по Wi-Fi. Айфон какой-нибудь? Айфон, Андроид, то есть... Без разницы, да? Любой смартфон, да. Идея в том, что... Основная это, да, что есть Wi-Fi, грубо говоря, можно соединиться удаленно, беспроводным способом с регистратором, да. Да, залезть ему там в папочку соответствующую, да, и показать. Вот было так. Я вам могу сказать еще одну идею вперед. Снимать не надо, Александр. Может быть, еще дальше реализовать, чтобы он еще с интернетом соединялся и куда-нибудь выкладывал... Транслировал. Не на YouTube, конечно, сразу. Да работаем. Нет, ну почему он переранслировал, чтобы он сохранял видео, потому что вдруг вот попадется товарищ, который отнимет, разломает, да... Ну, так же, как у айфона. На удаленной сервера, Александр. Резервное копирование, где он сделал в интернете. Так же здесь будут прописаны GPS-точки стационарных камер. То есть вы едете, и здесь есть расположен динамик, и непосредственно приятный голос девушки, либо парня, мы еще не определились до конца, будут сообщать вам о наличии камер, либо радаров, которые ожидают вас впереди. И так же, для чего Wi-Fi-модуль нужен? Не только вы можете с ним соединиться. То есть даже не вы попали в ДТП, а кто-то. Я сталкивался со случаями, когда просто вроде бы человек пришел, купил видеорегистратор. Через пару недель приходит, еще нужен. Мы спрашиваем его, вы в подарок? Он говорит, нет, я свой продал. То есть он заснял непосредственно ДТП. Вам нужен это? Он говорит, а можно я его скуплю? То есть он берет, конечно, и продает. Сейчас же можно просто человек, если у него есть ноутбук, либо еще что-то... Прямо скачать можно. Да, просто подсоединиться к самому видеорегистратору и последнее непосредственно скачать. Мне кажется, продавать-то выгоднее, потому что мне кажется, что продал-то он не по себе стоя. Мы тоже не спрашивали хотя бы. Просто резонность, Александр, в том, что можно обмениваться файлами между ними просто, грубо говоря. То есть это можно сделать быстро, не снимая регистратора. Я правильно понимаю, что вот его еще в продаже нет? Ему в продаже нет. На сегодняшний момент. Но примерное время поступления в продажу... Ожидаем, ожидаем в конце апреля. Хотелось бы еще сказать, что о всех новинках, если человек хочет потрогать, либо что-то поподробнее спросить. Мы участвуем на выставке, которая пройдет в Москве с 11 по 14 апреля. Вход для всех желающих с 13 и 14 апреля. Экспо Кропус. Там мы будем представлены. Приходите, всех ждем, расскажем, покажем. Думаю, к этому моменту появятся уже для показа еще новые две модели, о которых пока мы говорить не будем. Для всех желающих можно будет прийти и ознакомиться. Также для всех автолюбителей хочу сообщить, что уже запустился в тестовом режиме наш видеопортал для автолюбителей. Каркам.ТВ, где человек может зайти, оставить какой-то курьез на дороге, может случился, с ним, неважно. На какой видеорегистратор это заснять, неважно. Поделиться с такими же автолюбителем, где просто люди будут добавлять, обсуждать. Хорошо, вот самый, наверное, волнующий меня, по крайней мере, вопрос, потому что сам я владелец вот такого второго, да, и вот так поглядываю на эту вот новую линейку, и что волнует, качество изображения. По сравнению с легендарным, уже можно назвать, по вторым, любимчиком, не потерялось ли качество в погоне за вот этими техническими приблудами, да, что там Wi-Fi всякие, GPS, вот качество-то как, не сравнивали? Качество, качество сравнивали. У нас на сайте в ближайшее время будет представлена видеозапись, которую сделал Владимир. То есть мы в режиме теста поставили два видеорегистратора, это Carcam QL3 и непосредственно Carcam Q2. Сразу хотелось бы сказать, что Carcam Q2 видоизменился, если раньше он претерпел обновление, если раньше были серые вставки, сейчас он полностью идет черный и называется сейчас Carcam Q2 Black Edition. Это у меня, по-моему, черный, вот, я так пытаюсь вспомнить, какой у меня. Да, и вот две модели непосредственно Carcam. Вот это даже не оторвать, так прицепилось. Хотя часто говорю, я не прилепел, кстати. В общем, показываешь, присоска хорошая. Вот так же снять можно. Carcam Q2 и Carcam QX2 прицепили обновления, да, стали полностью черными. Называется, как Carcam Q2 Black Edition, Carcam Q2 Black Edition. Ну, если мы говорим про качество, я правильно понимаю, что оно не хуже, да, или оно лучше? Оно не хуже, оно лучше. То есть даже лучше. Потому что именно, Владимир, мы наложили два видео, Владимир расскажет. Да, я расскажу коротенько. Вот как раз мы с этого начали. Вот вся вот эта линейка всех вот этих вот L3, по сравнению с Carcam, вторым, несмотря на то, что он тоже чудный и хороший, но разницу можно будет увидеть вот как раз у нас на Carcam TV. То, что здесь уже и новая матрица, и новый процессор производительный, который и быстрее обрабатывает информацию, быстрее считываемую с матрицы, да, и матрица более чувствительная, примерно раз сто, да. То есть он все-таки лучше, правильно понимаю? То есть визуально, для того, что кто не понимает светочувствительность, кто не понимает, да, визуально это можно будет оценить, просто там сравнены две видеозаписи. Владимир, вот мне надо, Юрий, лучше или хуже? Вот я не понимаю, матрицы какие-то, светочувствительные. Однозначно лучше. Лучше. И что сразу бросается в глаза, это здесь шире угол обзора. То есть стоят они идентично одинаково два видеорегистратора. И что видит КОЭЛ-3 по ширине, да, обзора, машину, там, встречку, то карканку-2 не достает. То есть здесь на градусов 30-35 угол обзора шире, нежели на карканку-2. Тоже это оценить по видеозаписи нужно? Да, это все благодаря новой матрице и новой линзе. Хорошо. Поворотный механизм, вот меня очень сильно волнует, потому что я думаю, что не секрет, что в основном даже 50 на 50 распределяется. Кому-то надо писать дорогу, а кому-то надо писать общение с инспектором ГИБДД. А желательно, чтобы регистратор и то и то делал. Поворотный механизм. Для этого есть поворотный механизм, благодаря которому человек сможет поворачивать непосредственно на дорогу. У меня еще разговор. О, да, кстати, вот это вот по-моему лучше реализовано. И еще один момент меня смущает, по крайней мере я смотрю на эту модель, да, это система крепления, присоска, потому что... Липучка. Липучка, да, потому что у меня в машине стоит вот еще Q2 на присоске, соответственно, это можно в любой момент снять, это можно поставить там в другую машину, а здесь я так понимаю, что вот эта вот липучка, это вот поставил, и все, его снять уже нельзя. Нет, для этого здесь не просто липучка, которую мы поставили, и не имеем права больше снимать. Если мы сняли, мы назад не поставим. Здесь специально использован материал для многоразового пользования. То есть поставил, захотел, снял. Будет это сделано вот так, Александр, скоро. То есть вот таким образом будет защелкиваться. То есть липучка, она закреплена, а регистратор здесь все равно можно. Но для этого еще отдельно в продаже, также не исключаю вариант, что будет дополнительно в комплект ложиться для тех людей, да, пару липучек, у кого несколько машин. Ну даже не несколько машин, просто продал машину, следующую переставить. Ну я понимаю, что все равно липучка-то, она, отлепить ее можно, то есть она не намина. Да, она открепляется, потом непосредственно назад. Вот мы подругой к вам, мы приехали вот с этим видеорегистратором. А потом сняли? Да, потом сняли, и вот непосредственно пришли с ним. Никаких сложностей мы не испытывали. У меня тут поделились такой житейской мудростью таксисты, как правильно крепить видеорегистратор, чтобы проще держался, говорит, что вот здесь Кока-Колой надо мазать. Кока-Кола подышать. Нет, вот не дышать, не дышать, Кока-Кола, говорит, вообще, потом меня отдерешь. Такая мудрость. Просто Кока-Кола имеет липкие свойства, поэтому... Видимо, через мяна. Не знаю, не пробовали, обязательно попробую. Чтобы непосредственно держать этот, у нас немного другой этот. Обязательно обижирить... Как держит-то я уже вижу. Обязательно обижирить стеклышко. Зимой можно в мыльной теплой водичке помыть его и поставить. Будет держаться как минимум год. Хорошо, вот эти еще две модели, мы сегодня не успели про них поговорить. Это новинки какие-то? Или это что-то старое? Это Каркам Ку-5. По названию вроде как более продвинутый, да? 3, 5. Просто модельный ряд сразу появился весь. Да, он весь сразу появился. Вы просто бы не называли бы... Кстати, Александр, очень много людей думают, что действительно, если Каркам Ку-2, значит, он вышел первый. Каркам Ку-5, это значит, какая-то новинка вышла. Я могу заявить, что они вышли все одинаково. Просто модельный ряд, он должен называться по порядку. Так как, грубо говоря, производить решение. Чем, ну, грубо говоря, тройка, я понял, двойка, понял. Вот это вот пятая серия, да? Чем пятая серия... Каркам Ку-5 New. Здесь используем... New это, в смысле, тоже какой-то он обновленный? Обновленный, полностью обновленный. И раньше был Каркам Ку-5 и GPS, и Каркам Ку-5 Lite. Сейчас он тоже видоизменился, и как и в корпусе, так и внутри начинка. То есть здесь используем такой же процессор, как у Каркам Ку-3, а пятый. Такой же угол обзора широкий. Также днем снимает и ночью снимает. Еще что видоизменился, это питание. Очень много людей сетовали на то, что снимает видеорегистратор постоянно. И питание, непосредственно сам видеорегистратор, ну, немного мешает пользу. Сначала снять, отследить питание. Каждый раз вставляете, выставляете. В сервис-центре часто люди обращаются, что вдавливают нечаянно разъем. Мы пришли к такому решению, что привели самопитание к кронштейну. То есть теперь можно просто на постоянное питание воткнуть в кронштейн. Вот можете это видеть. И если захотите снять непосредственно сам Каркам, то Каркам вы снимаете, а питание остается в кронштейне. Хорошо. Ну, принципиально, пятерка, чем она отличается от третьей серии, от второй серии? Вообще, зачем нужна была вот эта серия пятая, если есть вот третья и вторая? Почему? Что в нем такое? Задача была максимально уменьшить размеры. То есть все в него запихать, все, что было придумано, да? И максимально уменьшить размеры. То есть он раскладной, и дисплейчик прячется в кармашек, бросил. Для чего, для чего... Я бы не сказал, что он меньше, чем у второй тот же. Я объясню. Примерно так. Многие люди не любят вообще снимать видеорегистратор. В Карками Ку-5 задействовано следующее. То есть вы кверху, к потолку прикрепляете непосредственно к Каркам Ку-5. Вот он стоит. А, и потом его подняли, он примерно спрятался. Да, вы уходите, вы просто с помощью этого его закрываете, и его не видно, потому что очень часто зачастились кражи с видеорегистратором. Да, вы сели в машину, просто завели машину, и вниз его опять опустили, и закрепили. Все, он снимает. Уходите, назад его убрали. То есть его... С Купятой еще идет дополнительная липучка, помимо присоски, которая вот здесь, на самом деле, размер-то Ку-5 больше, потому что сама присоска, на самом деле, он меньше. Так вот, Александр говорил, что есть липучка, которую тоже можно закрепить, и дальше он действительно становится меньше и прячется, да, то есть никуда не денется, потому что... По качеству Ку-5, он такой же, как Ку-3? Идентичный, идентичный Ку-3, начинка одинаковая. То есть, я так понимаю, что Ку-2, хоть и легендарный, но уже сейчас пойдет в историю по качеству, по крайней мере. Или вам его надо вот линейку обновить вообще, догнать в качестве? Да, вот я отвечу вам на вопрос. Каркам Ку-2 тоже видоизменится, и в ближайшее время выйдет новенькая модель, будет в продаже, которая называется... У нас много уже поклонников этой марки. 2С, то есть, будет такой же корпус, с виду потерпит малейшие изменения, но начинка будет полностью другая. То есть, если человек уже привык к Каркам Ку-2, действительно, он... Ну, уже легендарная модель. Да, легендарная. Уже подделки под нее есть, если сколько, так уж тем более. Хорошо, вот эта вот модель, чем она отличается от остальных, и что это за линейка? Это Каркам Ку-4. Это моя любимая модель. Я так понимаю, что дополнительная функция – это колка орехов, да? Да, колка орехов. Кто-то... Надо еще электрошокер... Так же среди таксистов говорит, это кто-то любит с собой среди таксистов возить что-то... Тяжелое. Тяжелое, да. Купив этот видеорегистратор, если он не просто стоит, то это надобность отпадает. Снял, и, так сказать, можно и на войну идти. Я правильно понимаю, вот эта фишка этой модели – просто прочный корпус, да, такой утюг? Прочный корпус, GPS-модуль. Хорошо, и вот эта вот модель, обновлялась она или нет? Потому что, насколько я помню, она имела свою фишку, что это как видеокамера, ее можно использовать, вот как такую зонарную. Вот такая видеокамера, да, но здесь мало что изменилось, естественно. Сама матрица не обновлялась? Нет, матрица обновлялась, как и в Q2, естественно. Просто то, что он стал черным, да, эту модель действительно выбирают вот еще и для бытовой съемки, да? А можно вообще сравнить вот качество съемки видеорегистратора уже сравнивать там с качеством обычной видеокамеры? Догоняют они или еще... Перегоняют, Александр. А, перегоняют? Перегоняют, конечно. Потому что, например... Не верится даже. Ну, можно сравнить, провести анализ в любом случае и по углу. Ну, просто принципиально бытовая камера, бытовая камера, как в виде QX2 и авторегистратор имеют просто принципиально разные назначения. А угол обзора у него другой, наверное, да? Конечно, конечно. То есть, как минимум, угол обзора. Просто если в CarCam, то есть в авторегистраторе это должно делаться все автоматически, да, то есть нам некогда там перестраивать трансфокатор, да, нам некогда думать про какие-то настройки, там. В авторегистраторе должно делаться автоматически, по возможности, а это во всех новых моделях и в старых, в новых просто это делается быстрее автоматически и, да, быстрее, по сравнению с бытовой камерой, где это делается вручную. А вот можно его использовать? То есть семья, например, какая-то хочет сэкономить, да, хочет купить, вроде как папа хочет купить регистратор, мама хочет купить видеокамеру. Да, можно купить два в одном? Для этого непосредственно в этой модели представлен вот такой вот зарядный устройство, батарейка БЛ-5С. Многие люди используют, ну, идешь, просто покупаешь обычную батарейку, пару штук, едешь на пикник, снимаешь. Порядка двух с половиной часов, трех часов вы можете снимать. Как только заряд кончился, вставили новую батарейку. Да, либо вынули с телефона. На том хватает зарядки, так, ну, например? Два с половиной часа при постоянной съемке. Я думаю, что можно и даже не дополнить. Ну, вот, кстати, в Q4, это, да. Да, ну, к сожалению, время у нас уже к концу подошло, поэтому остается лишь напомнить, что в гостях у меня были Владимир Морозов, технический специалист компании Carcam, и Александр Дьяченко, представитель, производитель Carcam в Российской Федерации. Я Александр Холодов, вы смотрели ПРО Авто, увидимся с вами ровно через неделю.